Это не музыкальный инструмент, это специальный рок, которым раньше пользовались наши предки во время охоты. Рассказывает Амангильде Герепергенов. Дедушка своими руками изготавливает поделки. К примеру, вот этот ковш для кумыса. А в кубе делают масло. В эту чашу наливают кумыс. Я ее вот еще скоро доделаю. Осталось лошадей вырезать аккуратно. А вот ковш в виде русалки. Говорят, у нас в Тюркубасе, в Арысе, водятся русалки. Вот и я решил смастерить. В выставочном комплексе корме собрались мастера из разных районов области. У каждого свой стиль и свое направление. К примеру, Амирбек Жилдебаев работает серебром. Амирбек – ювелир. Тонкая работа и ценится дорого. Так, кинжал с двухсторонним лязвием, инкрустированный камнями, примерно ценен в полтора миллиона тенге. Кинжал сделан из серебра, из кожи и из драгоценных камнями. Это не то, что так. Просто это боевое. Это боевой кинжал. А в другом блоке комплекса расположились модельеры и мастера по работе с кожей. Для представительниц прекрасного пола здесь широчайший выбор нарядов. А здесь, наверное, самый популярный экспонат на выставке. Недаром к нему выстроилась большая очередь. Седло ручной работы, сделанное из кожи черпак и украшенное драгоценными камнями, выставлено по цене в три миллиона тенге. Особенность, что оно именно вручную полностью все гравировано. Именно в каждую сантиметру можно вручную. Просто наша кожа не принимает ручную гравировку. В основном у нас работают с горячим тиснением. То есть большой аппарат пресс. Ну и ставится орнамент металлический, клише называется. И вытесняют кожу. Я, к примеру, на выставке приобрел вот такой вот бумажник всего за пять тысяч тенге. А еще здесь можно приобрести вот такую вот красивую картину с изображением президента Нурсултана Назарбаева. Ну а если у вас нет денег, то можно сделать селфи. Шутин Саидов Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утро». Спасибо. Спасибо.